привет всем кому интересно я расскажу немного о своем питании и где я это покупаю и чем я питаюсь смотрите и я сейчас еду на овощебазу на софийской откуда хочу репортаж сделать и расскажу что я там покупаю приобретаю и чем питается моя семья и я я пришел к тому пониманию что отказался уже шесть лет от поедания живых существ кто имеет два глаза это мясо соответственно красная там рыба и все остальное уже и пришел полностью к растительному питанию к сожалению меня это привела сама жизнь через болезни через операции и понял что самое рациональное это становится на растительном питании к сожалению современном обществе очень сложно достать то что нужно я вам расскажу свой опыт только не претендуя на какие-то умные книжки еще людей хотя много слышал это мой опыт поэтому это не то что рекомендация к применению я нашел себя оптимально это покупать продукты питания на оптовой базе благо у нас есть санкт-петербург и софийская 40 запомните это классное место куда стекается со всего бывшего союза свежие овощи фрукты и все что сейчас только произрастает каждый месяц там все по-разному поэтому сейчас я еду это будет какой-то очередной квест что там поспела или что нам нам привезли все бредни там насчет белков углеводов которые дают нам мясная промышленность молочная отбросить и честно сказать я разобрался в этом вопросе понимаю что 95 процентов всех умных там профессоров которые вещают с интернета лист экрана телевизора это все вранье и нас просто разводит питайтесь растительным и у вас будет все хорошо потому что я пусть только перешел на это питание у меня все болячки все прошли я не болею просто не болею или что и вам советую но сейчас будет заключаться уже практическое применение не буду риторику вот это все разводить по поводу питания вы должны это сами понимать кто стал этот путь или кто собирается не можете со мной консультироваться я вам помогу потому что свой опыт я готов передавать сейчас будет просто конкретно что я на этой базе как это все закупаю и по каким ценам вот чем хорошо чем плохо что на этой базе надо брать и всегда ящиками то есть это большой объем если у вас большая семья это все окей будет ну тогда лучше кооперироваться с друзьями близкими по духам который на той системе питания находится и после того как вы привозите это все к себе этим делиться и чтобы у вас было оптимальное соотношение продуктов у меня это получается раз в две недели я езжу на эту базу беру что-то раздаю и как раз у меня практически ничего не остается ли что не портится чем хорошо что вы всегда получаете прямой продукт от производителя то есть если допустим в азербайджане поспели помидоры вы их получаете буквально там сколько три дня транспорта 4 и вы уже здесь берете продукт тот который не генномодифицированный это не тот который агентная инженерия создала потому что в ленте в диксе и во всех магазинах вы возьмете то что лежит долго соответственно это уже какая-то мутация для помидора лежат по полгода это уже не это не продукт хорошего питания это не та история мы сейчас возьмем продукты которые быстро нас достаточно портятся они еще те старые которые еще не дошли те все технологии допустим сейчас весна это конец мая поэтому мы можем уже абрикосы брать какие-то даже арбузы я не отрицаю по что на день рождения свои брал но это же будет иран иранские продукты можно смело брать потому что там мы идем на инженере еще не дошла от азербайджан армения узбекистан это что вы если хотите и наши продукты я тоже там беру наших ферм это зелень из нашей киприцы ленинградской области и все остальное мы сами всего сухофрукты сухофрукты это у меня там успех работает знакомые я беру круглогодично частности тоже и орехи наш алтайские все остальное ну там тоже много нюансов поэтому я расскажу уже процессе когда мы будем непосредственно на рынке вот так что оставайтесь с нами как говорится там ставьте лайки и сейчас придем на рынок и уже непосредственно на месте я все покажу расскажу маленькие хитрости такие чтобы взять на полу максимально низкой цене эти продукты вы говорите цену за допустим за 5 ящиков чтобы пробить нижний ценовой диапазон допустим вам один ящик нужно выходить в него 5 ящиков по штабам оптовики обычно общаются хопа вы нижний ценовой диапазон получаете ну соответственно этот ящик он вам отдаст по этой цене это как правило цены в среднем от лотков отличается чуть ли не в два раза но процентов до 50 вы точно потому что подобные продукты вы конечно можете на специализированных лотках купить вот у нас основа баруле в питере полному все равно это будет не то там все-таки на рынке вы это все попробуйте на ощупь попробуйте вкус ваш не ваш и можете принять решение употреблять в эту пищу эту пищу да и запомните что мы есть то что мы едим представляете такое питание растительное но очень быстро переваривается вы вся вы сразу почувствуете если будете один раз питаться летом это очень легко потому что очень большой выбор и вы получаете все необходимые для вашей жизнедеятельности и вот мое замечание то что у вас должно быть изобилие дома у вас до просто должен быть выбор что он и на видном месте допустим какие-то цитрусовые которые имеют красивые цвета оранжевый там или желтые лимоны персики яблоки должны выложены быть в широком доступе чтобы ваша рука когда у вас чувство голого поелось вы съели и уже насыщаетесь сразу говорю что не нужно покупать допустим на этих рынках те продукты их можно супермаркетах брать такие как бананы они будут такие же единственное что если какие-то уже подпорченные там или острогодности заканчивается можно взять вообще дешево коробку там 300 рублей там 20 килограмм и там яблоки допустим даже нецелесообразно брать и все остальное лучше брать на рынке так что до встречи много говорил лучше будем уже конкретно все это бесполучится будет это мой опыт первым посмотрим как будет реагировать южные национальности на камеру а еще надо иметь наличку там карты не работает разумеет на покрытие по 500 рублей по 100 рублей чтобы могли оперировать и покупать сколько нужно если вам нужно купить меньше ящика и для себя вы приезжаете действие рознично автовые точки но там будет все дороже допустим он не ящик регистрано взять это соответственно будет процентов на 20-30 подороже но это вера смысл с работа будет намного дешевле чем на лотках или не дай бог каких-то пластмассовых магазинах вот от магазинов я почему я там не беру потому что это не тот продукт о чем мы говорим повторяюсь это все-таки будьте нам модифицированы особенно если это какой-то с южной америки европейская не дай бог там какой-то испанская европу вообще не надо брать это вся земля там уже бедная поэтому они удобряют это все очень жесткие жесткая химия и геномодифицированные вещи уже мы да я даже уже не понимаю что такое поэтому просто с этим просто экспериментируйте потому что мутация ваша организма при потреблении таких продуктов значит тоже мутироваться ничего хорошего из этого вот как говорят что современный человек уже в земле просто не днем его кости не разлакаются до такой степени насыщенными удобрениями элементами это все от пищи это очень важно так что подумайте еще раз если вы хотите быть энергичным здоровым вот он заезд на базу надо есть 50 рублей а 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 все мы въехали вот начинается следующее что вот стоят фуры которые вот только пришли и товара оптимально откуда можно брать сразу не хватаетесь за покупку покупку